Ну правильно, что ты делаешь, что ты должен разбираться, кто действительно нормальный клиент, а кто халявщик, понимаешь? Халявщики тебе не нужны. Если он просто хочет из тебя вынуть информацию, то ты должен это почувствовать. Вот это и есть профессиональный продавец, он должен чувствовать, понимаешь? И если он видит, что тебя просто тратит твое время, то ты должен с ним закончить разговор, подумайте, когда будете готовы, когда у вас будут деньги, когда у вас будет решение о дате, тогда позвоните. Я очень загружен, извините, у меня есть другие клиенты, которыми я должен делить время. Красиво расходись с ними и все. Пускай они идут к другим, кто им будет делать бесплатные консультации годовые, там не знаю, они будут каждый год ему звонить, пускай к другим идут, к конкурентам. Мы так не работаем. Мы работаем в бизнес-интересах, экономим свое время и ценим труд своих сотрудников. Поэтому ты не должен, если этот человек не готов платить и не готов заказать услугу, тратить на него время. Самое дорогое в нашей жизни это время. Правильно? Да. Поэтому вот тебе бизнес-совет. Не работай с халявой, работай с нормальными людьми, которые готовы заплатить деньги. Понял, понял. А я могу еще... Можно я открою сайт и там размешу, что не сколько рекламы, что... Конечно, тебе надо сделать сайт на узбекском языке. Обязательно. На русском, узбекском. Я все... Вот. Там все, там, искал, сделал. На английском, на русском языках, парни, есть попроцентный ответ на все вопросы по иммигратации. А на узбекском нету. Есть такой-то комментарий есть. На троту можно так делать, но нету только официального, так, по узбекскому языку. Ну, вот ты будешь первый, ты будешь первый, я этот сайт разрекламирую. И у тебя будут клиенты. Моя. Угу. Если будет еще какой-то вопрос, мы решим вам. Хорошо, хорошо. Обрешатся. Договорились. Договорились. Пока. Пока. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok